Покатался, отдавай обратно. Как автосалоны-однодневки наживаются на продаже угнанных автомобилей? Если хотите вернуть деньги, подавайте в суд, найдите, у кого купили. Уловки автопродавцов. Была развалюха, стала молодуха. Они выдаются новые машины. Старые, которые уже побывали в ДТП. Сколько жалоб, сколько людей предостерегает от этой компании. Это кошмар. Железного коня в кредит. Проценты капают, а машину, поминай, как звали. Как клиентов принуждают платить за воздух вместо автомобиля. Вплоть до того, что готовы покончить жизнь самоубийством, правда. Но люди доведены до отчаяния. Они завлекают скидками, а продают настоящую рухлянь. Говорят, что машина чистая и все документы на нее в порядке. И подсовывают клиентам угнанный и нерастаможенный товар. Об этом смотрите прямо сейчас. Кредит от автосалона по-русски. Заплати деньги за машину и продолжай ходить пешком. Была машина простая, а стала золотая. Они знают, как раздувать цены до небес. На одну машину пять продаж. Угнанный автомобиль самый выгодный. Продолжение следует... В России действуют тысячи автосалонов, и все они чисто внешне вызывают абсолютное доверие. Но не верь глазам своим, как и в 90-е среди автопродавцов полным-полно мошенников, и все они готовы на каждом шагу обмануть клиента. В тот день Андрей как будто резко поглупел. Отказало все, и интуиция, и осторожность, и просто здравый смысл. Теперь вот ищет директора автосалона, в котором он стал жертвой невероятно наглого обмана. А тот как будто улетел на Луну. Нет его и все. Люди, которые занимаются, или которых мы называем жилье и варьё, там не дураки. Это энергичные, люди динамичные, со здравым смыслом, и у них есть ресурсы. Андрея облапошили, предложив большую скидку. Он даже толком не стал смотреть машину. Был просто счастлив. Автомобиль стоил 145 тысяч рублей, а ему отдавали его за 130. Человек он не богатый. Ради железного коня собирался брать кредит. Подписал бумаги. И только потом решил разобраться, что за хомут накинул себе на шею. Смотрю, там цена уже стоит. С выплатой всех платежей по кредиту за пять лет почему-то, хотя я просил на два года кредит, сумма оказалась 375 тысяч. А всего кредит, который мне выдали, на 200 тысяч. Он начал громко возмущаться. Машина стоила 130 тысяч. Почему вдруг 200? И что за страшные проценты? Но ему сказали, что машину он уже купил. И просто силой выставили из автосалона. Я выехал из салона. На поворотах сразу застучала подвеска. Попытался залезть в бардачок, он сразу отвалился. Андрей рассмотрел машину и понял, что купил кучу металлолома. Глох двигатель. Машина шла юзом. В баке для бензина была огромная дыра. Автомобиль побывал в страшном ДТП, то есть был битый. Если у меня садится аккумулятор, я в машину просто не попадаю. То есть или бей стекла, или каким-то образом, я не знаю, с помощью линейки открывать двери и таким образом попадать. Через месяц страданий Андрею удалось найти продавца, который агитировал его купить эту машину. Торговец с автомобилями считает, что Андрей получил то, что хотел. Вернее, то, что заслужил. 130 тысяч – это не деньги. Пусть радуются тому, что есть. Ну что сказать, я так слышал. Ребята, мне надо кружиться на даче. Рабуться, вроде, 3 километра. 3 километра машина Андрея проехать действительно может. В автосалоне считают, что обмана нет. Выплачивай огромный кредит и больше к нам не ходи. Похожую ситуацию попал и житель Подольска Дмитрий Федьев. Машину он купил на Дмитровском шоссе в автосалоне «Север». В салоне не было ни аппарата для кофе, ни поблизости магазина секрета, даже банального туалета и то не было. Они взяли мой паспорт. Потом 4 часа я сидел, бегал, прыгал. Холодно, голодно. Наконец, сотрудник салона сообщил, что банк дал добро на покупку машины и принес на подпись целую кипу документов для оформления кредита. Как и подавляющее большинство россиян, Дмитрий лишь просмотрел их краем глаза. На сайте салона машина стоила 370 тысяч. Но когда он пришел, ему сообщили, что с учетом кредита цена будет другая – 570 тысяч. А дома, читая договор, он и вовсе ужаснулся. График платежей, там уже сумма совершенно другая стояла. Там стояло вместе с выплатами за 5 лет 900 с копейкой. Ну, 970 тысяч примерно. То есть я был в ужасе от этого. Никогда нельзя соглашаться на так называемый типовой договор. Там есть куча минных полей, капканов именно для покупателя. И плюс, там есть многие штучки мелким шрифтом. Пункт 5, смотри, пункт 10. 10 сноска А 125 пункта. Что написано пером, не вырубишь и за паром. Дмитрию пришлось платить за машину в тройную сумму. Но запредельная цена кредита была отнюдь не единственным сюрпризом. Вскоре выяснилось, что вместо рабочей лошадки умельцы из автосалона подсунули Дмитрию дохлую клячу. Резина была уже подношена, ходовая убитая была вся. Я поменял все саленблоки, реактивные тяги, рычаги все, ступицные подшипники. И то пришлось менять. Датчики все были тоже довольно-таки мертвые, тоже пришлось менять. От толку Дмитрия сбило то, что машина в салоне блестела как новенькая. Он не знал, что лакировка – главное оружие при продаже неликвида. В ремонт автомобиля он уже вложил 200 тысяч рублей. И конца, и края этому нет. Теперь он всем советует оформлять автокредит самостоятельно в проверенном банке. А на все сделки ездить с друзьями и юристом. Нужно как минимум 2-3 человека, чтобы ездили. И помимо общения с менеджером, с продавцом, чтобы кто-то следил где-то задалека со спины. И он более как-то трезво, адекватно оценивает картину происходящего. Даже не слушая разговоров. Мимика, жесты, они все равно сдадут. Закон о защите прав потребителей гласит. Если товар оказался с браком, продавец обязан его забрать и вернуть деньги покупателю. Однако некоторые владельцы автосалонов плевать хотели на все эти правила. Карина купила машину, которая чуть не убила всю ее семью. Автомобиль, состояние которого в салоне описывали как прекрасное, вдруг стал абсолютно неуправляемым. Заклинил руль, отказали от тормоза. Благо скорость была небольшая. И вот, собственно, он сюда улетел, вот даже следы остались. Машину кое-как починили. Но через 2 недели в аварию попал муж Карины. Снова отправились в автосервис и выяснилось, что у машины неисправные тормоза. Муж Карины был на волосок от гибели. А машина, так называемая утопленница. Ездить на ней могут только самоубийцы. Спрашивала, говорю, скажите честно, пожалуйста. Ну, все в порядке с машиной. У меня с ребенком есть. В машине все отлично, все замечательно. В салоне спокойно отнеслись к рассказам Карины. Бывает и такое, что ж тут поделать. Побували машину. Да, вы сказали, что машина утомила. Извинений и предложений вернуть деньги Карина не услышала. Она в течение часа доказывала, что обманывать так покупателей нельзя. Но ни в чем сотрудника автосалона убедить не смогла. Они же предъяснили, что она топлива. Кто вас знает? Вы дарит. Вы дарит, когда я села. Как же это сейчас? Зачем? По всей видимости, можно иметь дело только с официальными, грамотными, серьезными организациями, которые этим занимаются, опять же, на серьезном уровне. Нельзя приходить, по всей видимости, в эти шарашки на конторах. Жительница Краснодара Валентина Остапенко уже 6 лет судится салоном, где ей продали бракованную машину. Задача вот этой фирмы Т-Сервискар заключается в том, вот согласно моих документам, чтобы продать бракованный автомобиль под видом нового по поддельным документам по цене нового автомобиля. Женщина не водитель, ей можно подсунуть все, что угодно. Похоже, это девиз всех автосалонов. Валентина покупала Ford, в качестве которого верила свято. Но через месяц автомобиль забарахлил. Валентина отправилась в сервис, чтобы сделать гарантийный ремонт. А сотрудники сервиса принялись ломать мотор. У Валентины есть документы, которые это подтверждают. То есть 17 минут – это время холостого хода двигателя. Они перегревали его, доводили до полного перегрева. Когда он заглох у них от перегрева, они на горячую залили его холодной водой, для того, чтобы двигатель больше повело. И после этого оставили заржавливать. Кроме мотора, сотрудники сервиса сломали еще и радиатор. А после этого сказали, что такие серьезные поломки выходят за пределы гарантийного бесплатного ремонта. И выставили женщине счет на 260 тысяч рублей. Но конечная цель всех этих махинаций, по мнению Валентины, была одна. Скрыть тот факт, что мотор изначально был бракованным. Однако мошенники просчитались. Валентина заподозрила неладное и потребовала документы. В итоге выяснилось, что сервис официального дилера на самом деле таковым не является. Мне пришел ответ автосервиса о том, что никакого отношения к гарантийной политике данный автосервис не имеет. Дальше больше. Женщина стала готовить документы для обращения в суд. И с ужасом обнаружила то, чего не заметила раньше. Машину в автосалоне ей продали не напрямую, а через подставную фирму «Однодневку». На договоре купли-продажи и ПТС в подпись стоит директора автосалона «Темп Авто». А печать совсем другого предприятия «Росавто». В судебном заседании удалось доказать факт того, что на период продажи транспортного средства из ЦУ данное транспортное средство не принадлежало продавцу. Несмотря на явное мошенничество, повода для возбуждения уголовного дела правоохранительные органы не нашли. Валентина уверена, у автосалона есть крутая крыша среди высоких чиновников. Дело тянется уже 6 лет. Истроптивые клиенты постоянно угрожают. В целях запугать нас с мужем и прекратить мои вот эти изыскания, на нас было с мужем возбуждено 6 уголовных дел. Дело здесь заключается именно в том, что данный товар достаточно большой, дорогой стоимости, и, наверное, не совсем хочется признавать такие ошибки. Смотрите далее. Клиент всегда неправ. Как в автосалонах затыкают рот покупателям. Это вообще какой-то кошмар. Они смеются в лицо, просто смеются в лицо издевательски. Звезды нам не указ, как кидают знаменитых клиентов. У меня есть претензии к недобросовестным продавцам, которые еще обвиняют нас в том, чего не было. Очень много жалоб на автосалоны. Первая группа жалоб. Договорились на одну сумму, а в итоге требуют другую. А на машине оказываются номера-то на кузове, на двигателе перебитые. Она краденая, угнанная. Об этой машине я мечтал очень давно. Мне кажется, каждый мужчина мечтает о хорошей спортивной машине. И, наконец, исполнилось мое желание. Но вот кто знал, что первый блин комом. На новый автомобиль денег у певца не хватало. Поэтому Давид решил купить подержанный. Он знал, что машины выбранные марки часто угоняют. Поэтому дважды пробивал ее по базам данных. Не числится ли она в угоне. Сначала через знакомых, а потом непосредственно в ГИБДД. Мне грубо ответили. Очень грубо. Сказали, что если мы ставим на учет, значит все в порядке. Они пробили машину, посмотрели. Все эксперты номера, открыли капот, все дела. Все как надо. И поставили машину на учет. И дали мне номера. Бойся желаний своих. Через полгода Давид разочаровался в своей мечте. Машина оказалась совсем не подходящей для российских дорог. Певец решил продать автомобиль. Нашел покупателя и поехал в то же отделение ГИБДД. К тем же экспертам. Но те вдруг заподозрили, что с транспортным средством что-то не так. И отправили Давида на дополнительную экспертизу. Я сказал, как такое может быть, что пару месяцев назад я ставил эту же машину на учет. Вам нравились номера, вы приняли. А сейчас не нравится. Ну все бывает. Ну как-то вот так ответили. С ГИБДД не спорят. Давид поехал на экспертизу. И действительно, оказалось, что у автомобиля перебиты номера. И он числится в угоне. Если выявляется что-то краденое, хоть кольцо с бриллиантом. Хоть костюм старый поношенный. Хоть самая дорогая машина. Краденое изымается. А впоследствии оно должно быть передано. Истинному владельцу. Хозяева нашлись. В общем, Интерпол забрал эту машину. Все. Если хотите вернуть деньги, подавайте в суд. Найдите, у кого купили и так далее. Давид кинулся в автосалон, где ему продали машину. Но обнаружил, что конторы уже не существует. А владельцы съехали в неизвестном направлении. Я уже поздно обнаружил, если честно, что даже в купле-продаже у меня написано 120 тысяч рублей. Всего лишь. Я, наверное, сам это не проконтролировал. Не знаю. Сам видно. Вот я был такой радостный, что давайте быстрее бумаги дайте, пишите, что хотите. За машину своей мечты Давид отдал 3 миллиона рублей. А в итоге остался ни с чем. Эта история послужила для него уроком. Он понял, что доверять не следует никому. Ни автосалонам, ни сотрудникам ГИБДД. И покупка машины на вторичном рынке – это всегда бомба замедленного действия. Даже если принять меры предосторожности, все равно может рвануть. Но покупка абсолютно нового автомобиля – это еще не гарантия качества. Тут подкрасим, там подмажем. Для многих автосалонов это вполне обычный трюк. Под видом новенькой машины, только что сошедшись с конвейера автозавода, они сбывают ничего не подозревающим покупателям. Железного коня с пробегом и опытом участия в ДТП. Через буквально несколько, там, четыре месяца начались неполадки. Обнаружили, что оторван патрубок. Под машиной что-то капало. Каждый раз, когда отъезжаешь. Звезде комедийных шоу Екатерине Скулкиной не до шуток. Машину она купила в официальном салоне, в родной Казани. И была уверена, что она новая. Однако в автосервисе эксперты обнаружили, что молодая уже отнюдь не молода. И автомобиль до покупки уже побывал в аварии. Мы знаем, что с нашей стороны ничего не было, никаких у нас ДТП не было, ничего не было. Но на всех этих экспертизах, которые уже потом в судебном порядке были установлены, было выяснено, что покрашено три элемента у машины. И эксперты сказали, что это характерно именно для удара снизу. Где и каким образом якобы новый автомобиль попал в ДТП? Екатерина обратилась в салон, чтобы это выяснить. Но там наотрез отказались признавать свою вину. И обвинили звезду экрана в потребительском экстремизме. Мол, она сама повредила машину и теперь хочет ее сбыть обратно, пользуясь звездным статусом. У меня нет претензий конкретно к производителям автомобиля. У меня есть претензии к недобросовестным продавцам, которые еще обвиняют нас в том, чего не было. Мы попробовали призвать совесть сотрудников автосалона, в котором обманули Екатерину и пригласили с собой опытного эксперта за счет и прав потребителей. Ни один мускул не дрогнул на лицах тех, кто продал Екатерине битую машину под видом новой. Разговаривали с нами невероятно нагло. Машину сюда приводите, будем разговаривать. Представьтесь тогда еще раз. Зачем вам нужно? Ну, с кем я говорил? У меня это самое... Ну, не знаю, ну... С добрым самаритянием. Ну, реально, это вообще какой-то кошмар. Они смеются в лицо, просто смеются в лицо издевательски. Чтобы отстоять свои права, Екатерина обратилась в суд. Но так ничего и не добилась. Владельцы автосалона сменили название и переехали на новую точку. Так что адресовать претензии формально теперь некому. Сколько претензий, сколько жалоб, сколько людей предостерегает от этой компании. Это кошмар. Легко ли продать машину с дефектом? Мы решили это выяснить. У нас есть такая красавица, но с серьезным недостатком. Вмятиной на боку. Машина побывала в ДТП. Наша задача скрыть этот дефект и продать машину, как будто с ней все в порядке. Чтобы придать машине товарный вид, мы отправились к знакомым умельцам из автосервиса. Они обещали помочь в этом щекотливом вопросе. Добрый день. Здравствуйте. Вот наша проблема. Стекло разбито во время аварии. И вот порвали обшивочку. Обшивка насквозь, да? Да, насквозь. Можно будет заварить, шпатлевочкой подмазать. Краску подобрать придется, естественно, потому что у вас металлик. Теоретически продать машину после ДТП можно и без ремонта. Однако в этом случае автомобиль сильно потеряет в цене, да и найти клиентов будет затруднительно. Далеко не каждый согласится приобрести автомобиль, побывавший в аварии. Скажите, а вообще часто пригоняют машины с дефектами после аварии, чтобы продать потом ее? Фактически каждый второй. С таких клиентов очередь. Мы не первые? Абсолютно. Хорошо, давайте загоняйте машину в бокс. Ну что, машина готова, по-моему, ничего не заметно. Все заметно, конечно. Видно, если присмотреться, но постараемся как-то спрятать дефект. И попробуем ее продать, чтобы покупатели не заметили. Ну что, можно ехать на рынок продавать? Ну давайте. Смотрите далее. Чем закончился наш эксперимент? Да это так, кажется, это изгиб заводской. Заводской изгиб просто. Ни хренаж, с ним все изгибают. Мошенник съехал, а долги остались. Кто раздувает мыльные автосалоны? Свыше 51 миллиона. Директор автосалона похитил и распорядился им по своему усмотрению. Почти 100 человек пострадавших. Общий ущерб на сумму 50 миллионов рублей. Очередное громкое дело, связанное с нахинациями в сфере автопродаж, разбирается сейчас в Твери. В центре скандала салон автотехника и его владелец Сергей Шимаков. Сергей играл по-крупному. Люди платили огромные деньги за машины, но получить их так и не смогли. Очень тяжело. Лично в нашей семье очень много было скандалов, чуть ли не до развода. Зачем пришли именно в этот салон? Некоторые, вплоть до того, что готовы покончить жизнь самоубийством, правда, но люди доведены до отчаяния. Миллион – это большие деньги. Накануне нового 2012 года Наталья Сваткова с мужем решили сделать себе подарок. В связи с прибавлением в семействе купить новую машину. В салоне сказали, что автомобиль есть в наличии, но документы в Москве. По договору машину Сваткова должны были получить в течение 30 дней после оплаты. Но так ее и не дождались, как и десятки других пострадавших. 650 тысяч я отдал компании «Автотехника». И дальше начались обещания. Через неделю, через неделю автовоз выехал, автовоз не выехал, автовоз задерживается. Люди намеревались приобрести довольно дорогие машины. Многие брали для этой цели кредиты. Но, неся предоплату, покупатели распрощались со своими деньгами и машин также не получили. Автосалон объявил себя банкротом. За машину Сватковы заплатили 800 тысяч рублей. Из них 550 тысяч взяли в банки. Для Твери, где средняя зарплата 15-20 тысяч рублей, это огромные деньги. Сейчас семья оказалась в капкане. Машины нет, а кредит надо выплачивать. У нас нет ни машины, ни денег. Я не работаю, я в декрете. Двое маленьких детей на одну зарплату. Мы из пострадавших стали преступниками. Нам говорят о том, что мы в 6 утра к вам придем, в общем будем описывать все имущество. Дети не дети, нам наплевать. Кредиты в банке брали не только клиенты, но и сам владелец автосалона Сергей Шумаков. На них по слухам и погорел. Шумаков уверяет, что он точно такой же пострадавший, как и все остальные. Практиковалось даже такое, что заключалось на несколько договоров на один автомобиль. То есть один автомобиль продавали несколько раз. ОВД доказало, что Шумаков совершил мошенничество. То есть в последнее время, в какой-то период он не переводил деньги в банку, но приезжал и забирал их наличкой. Буквально на днях следствие по делу салона «Автотехника» было закончено и передано в пролетарский суд города Твери. Однако взять с Шумакова почти нечего. Все машины и имущества, которые он не успел распродать, ушли за долги банку. Так что люди не верят, что получат назад свои деньги. И клянут себя за излишнюю доверчивость. Ну что ж, пришла пора подвести итоги нашего эксперимента. Напомню, наша задача продать автомобиль с дефектом, который мы предварительно тщательно скрыли. Цену заломим по полной, как будто никакого ремонта не было. Клиенты нашлись очень быстро, ведь машина у нас была дешевле на 20 тысяч, чем такая же в соседнем ряду. Машину ищите? Да. Меньше года машине. Без аварии. Продаю, просто хочу поменять на большую машину, семья растет. Как думаем? Думайте быстрее. Думаю, до вечера она здесь не простоит. Все двери так закрываются, их даже проверять не нужно. Наверное, холодильник дома громче закрывается, чем вот... 100%. Открыть капот попросил только один мужчина. Все остальные крутили руль, осматривали салон и вопросов по существу не задавали. Вешай любую лапшу. А сколько пробежало, говорит, 10 тысяч? 10 тысяч, да. Видите, идеально чистый движок. Это же по движку даже видно. А вон ремешок уже, смотрите, какой потерт. Да ремешок, песочек, может, где-то попал и потерся, соответственно, такой, конечно, под изнож. Ну, ремень, все равно там ремень генератора копейки стоит. Вот если сейчас готовы задаток оставить, телефонами обвиняемся, и уже я отсюда сейчас рынка выгоняю, и просто вечером встречаемся. Ладно, пока. Давайте в машину присядем, просто сейчас деньги посчитаем. 15, 20, 25, пожалуйста. Все, отлично, вечером я вам звоню тогда, да, встречаемся в любом удобном для вас месте. Продавать машину по-настоящему мы, конечно же, не собирались. Позвонили мужчине и сообщили, что передумали. Факт остается фактом. Даже таким дилетантам, как мы, удалось продать машину с дефектом, пусть и небольшим. А что уж говорить о настоящих мошенниках, профессионалах своего дела. Русский человек верит на слово и не любит считать юридические документы. А это два основных кита, на которых плывут мошенники из автосалона. Изучайте рекомендации, берите специалистов в автосалон. И не совершайте необдуманных покупок. Будьте бдительны и не повторяйте чужих ошибок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова